всем привет с вами артём деев и компания маркетс большое спасибо тем кто откликнулся на мое предложение поучаствовать подготовке того контента который вы считаете важным и интересным напоминаю что речь идет о канале а маркетс если вы еще не подписались сделайте это прямо сейчас прямо вот здесь итак сегодня мы поговорим об инверсии или перевороте кривой доходности облигаций с разными периодами погашения долгосрочными как косрочными поговорим об этом потому что тема интересная а во-вторых это самая версия продолжает кошмарить всех и вся на финансовых рынках намекая на то что нам пора готовиться к новому экономическому кризису в общем друзья как и всегда расскажу все что знаю сама вы уже делаете выводы поехали начнем с прелюди 1 инверсия переворот это что-то ненормальное тогда какая ситуация считается нормально да та при которой доходность долгосрочных облигаций не ниже а выше доходности краткосрочных почему так все очень просто например есть облигации с погашением через 10 лет доходность по ним должна быть выше чем по облигациям с более короткими периодами только потому что 10 лет ребята это не скоро это очень большой промежуток времени мы не знаем что произойдет через столько лет поэтому эти бумаги менее интересны инвесторам отсюда такая доходность по ним как бы высокие значения это доходность являются соброда искусственным подсластителем повышающим их привлекательность мол если купить эти бумаги сейчас вы рискнете но 10 лет все-таки но взамен получите доходность повыше чем у коротких бумаг сейчас мы наблюдаем обратную ситуацию при которой доходность краткосрочных бумаг выше чем у долгосрочных то есть сегодня инвесторы склонны предполагать что ситуация может ухудшиться не когда-то там а уже сейчас в перспективе самого ближайшего времени при этом через 10 лет скорее всего обстановка может быть и лучше сегодня инвесторы вкладываются в бумаги с более поздними периодами погашения спрос на который и привел к тому что доходность по ним стала снижаться при этом доходность тех же двухлетних облигаций за отсутствие спроса напротив стала расти как это обычно бывает с бумагами с длинным сроком погашения в нормальных рыночных условиях сухом остатки получаем сегодня инвесторы больше боятся завтрашнего дня нежели чем того что случится через 10 лет как раз индикатором подобных страхов являются доходности краткосрочных и долгосрочных облигаций а инверсия между ними исторически расценивается как признак неуверенности потребителей в завтрашнем дне что опирается на предчувствие грядущего спада или выражаясь более умным языком той самой экономической рецессии фух надеюсь все правильно сказал если друзья что-то осталось недопомненным лучше остановить еще раз послушать все что было сказано ранее дальше идем конечно же срок погашения может быть разным от одного месяца до 30 лет сравнивать все можно любые бумаги какие хотеть однако совсем правильно скажем сравниваете трехмесячные и десятилетние облигации в общем именно инверсия по этим бумагам уже исторически точно проверено на опыте и сомневаться в том что они являются хорошим индикативом не настоит замечу что доходность трехмесячных облигаций стала выше доходности десятилетних еще в марте девятнадцатого года при этом после этого она ненадолго нормализовалась затем разность доходности длинных коротких облигаций опять стала отрицательной а вот доходность двухлетних и десятилетних облигаций на которые сейчас все осмотрят инвертировать только в середине августа то есть совсем недавно то есть первыми тревогу забили именно трехмесячные десятилетние облигации я склонен доверять им теперь к самому важному друзья то что инвесторам сейчас страшно за будущее это понятно ведь в самом разгаре торговая война и непонятно что будет дальше но что эта инверсия значит для нас когда ждать кризис на самый важный вопрос к сожалению ответить на него никто не сможет точнее кто-то может дать какой-то страшный прогноз сказав что кризис нагрянет уже через пару месяцев но этот прогноз не будет опираться на какой-то стоящий аргумент дело в том что сама инверсия не дает четкого сигнала когда наступит рецессия когда произойдет тотальный спад как было сказано выше сигналы были друзья еще в марте однако воз сейчас и ныне там на самом деле есть возможность сейчас оперировать определенными цифрами найти какие-то закономерности выводы ну или по крайней мере мы можем сказать что каждый раз когда инверсия происходило как правило за этим действительно через определенный период времени следовала рецессия историческая справка в 65 году разность доходности десятилетних и трехмесячных облигаций стала отрицательной но рецессия наступила через четыре года в семьдесят первом году после инверсии рецессия наступила через пятнадцать месяцев в месячном году через восемь месяцев из всего этого можно выявить среднее значение которое равно примерно пятнадцатим месячным то есть одному году и квартал то есть в среднем за последние 60 лет после инверсии доходности кратко долгосрочных облигаций кризис наступал через год с небольшим если этот расчет верен друзья то по моему субъективному мнению финансовый кризис стоит ждать летом следующего года интересно будет проверить так она или иначе а что думаете вы на может быть уже пришло время играть на понижение жду друзья ваших комментов всем до свидания